Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать ко мне на канал, и сегодня мы вместе с вами посмотрим на German Truck Simulator. Это игра от компании SCS Software, это, кстати, создатели American Truck Simulator и Euro Truck Simulator, Euro Truck Simulator 2, поэтому у меня большие ожидания от этой игры, так что давайте мы с вами начнем новую игру, и вообще посмотрим, что же она из себя представляет. Давайте я назову себя Лиза, как всегда, и, я так понимаю, это у нас Германия, мы с вами выберем место работы, где бы мы хотели начать свою карьеру. Росток, Дортмунд и Нюрнберг, давайте, конечно же, Нюрнберг, самое сложное название. Так, Давы, Манты GX и Манты GX C-класс. Тут одинаковые грузовички, доля прибыли какая-то, 15.8, слушайте, тут немножко прибыли больше, я так понимаю, если я правильно понимаю, поэтому давайте начнем работать именно тут. Многие мои подписчики расстраивались, что без компьютера не поиграть в интересные игры, да и на телефоне нет ничего годного, но все изменилось с появлением новой мультиплеерной игры на мобильные устройства One State. Да-да, вы не ослышались, это именно мобильная игра с жанром роллплей. One State это первая в истории онлайн игра с открытым миром и роллплей режимом. Тут вы можете почувствовать себя полицейским, бандитом, бизнесменом или даже обычным работягой. Просто взгляните, сколько возможностей вам дает эта игра. Только представьте, сотни человек на одной карте, тысячи игроков ждут именно тебя. Строй свой бизнес и веди торговлю с реальными людьми. Ну а если хочешь чего-то погорячее, то ты можешь построить карьеру полицейского и возглавить фракцию, или же пойти в банду и вести криминальный образ жизни. Также игра оптимизирована под разные типы устройств, поэтому комфортно играть можно будет всем. One State совсем бесплатный, а также без надоедливой рекламы, как в остальных играх. Скачивайте One State по ссылке в описании уже сейчас и заходите ко мне в игру. Для первых 100 игроков я оставлю свой промокод на подарок. Все ссылки для скачивания игры в описании. Переходите и наслаждайтесь One State на своем телефоне. Добро пожаловать в компанию TradeAUX, входящую в число ведущих грузоперевозчиков Европы. В соответствии с политикой нашей компании вы будете получать долю прибыли от перевозок. В договоре определены следующие условия нашего сотрудничества. Ваши доли прибыли 15,8%. Ваш грузовик – Манты GX C-класс. Расходы на топливо, ремонт и техобслуживание покрываются компанией. Штрафы за нарушение правил дорожного движения оплачиваете вы. Доставляете грузы вовремя, с вас взимается неустойка за опоздание. В ближайшее время с вами свяжется наш диспетчер и сообщит условия нового заказа. Пожалуйста, следуйте его указаниям и удачам. Ваше следующее задание – это доставить груз автозапчасти с этого склада на склад компании POSPT в городе Бремен. Вы должны прибыть туда сегодня между 14.37 и 16.52. Господи, сейчас все падежи забуду. Счастливого пути. О, господи, добро пожаловать. Да, спасибо. Так, мне нужно обратно в кабину вернуться. Значит, двигатель мы завели. Фары, 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 фары. Я вроде бы, наверное, включила. Так, 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 так. Во время движения можно вызывать на экран мини-карту. Нажмите M или джойстик или посмотрите сами. Хорошо, хорошо. Так, 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 так. Давайте. Хорошо, все, вижу карту. Попробуйте нажать клавишу M или... Несколько раз подряд. Масштаб карты будет меняться. Хорошо, понимаю. Теперь нажмите N, чтобы открыть ноутбук. Ноутбук? Ага. В ноутбуке можно посмотреть на карту Германии, прочитать электронные письма и ознакомиться со своей статистикой. В дальнейшем ноутбук окажет вам неоценимую помощь в планировании перевозок и управлении компанией. Я так понимаю, это что-то типа роутедвизора? Как вот есть в Евротрак-симуляторе. Давайте попробуем освоиться, посмотреть его. Значит, мы сейчас в ростке. Возьмем груз и поедем в время. Все ясно. Тут у нас наша почта. Статистика. Да, абсолютно пустая, нулевая. Даже SOS у нас есть, но нам пока он не нужен. Ясно. Все ясно. Так. Возвращаемся обратно. Так, мне нужно... Во, все, супер. Зеркала есть. И давайте теперь подъедем. Подъедем. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Оп-оп-оп. Вот так вот. Оп. Все. Как-то я очень грубо подъехала, конечно. Ну ладно. Так. Соборная камера. Камера сверху. Камера на кабине. Это я все знаю. Так. Мне нужны настройки. Здесь, в общем, ребят, так же, как и во многих старых играх, очень странно работает обратная связь. Поэтому я ее полностью выключу, потому что она либо очень жесткая и руль ужасно тяжелый, либо обратной связи нет и руль максимально легкий. Лучше пусть у меня будет легкий руль, потому что с тяжелым рулем мне достаточно тяжело. Как вы видите, я сейчас поеду с рулем Logitech G29, но это, можно сказать, практически его последнее видео, потому что совсем скоро у меня уже появится Thrustmaster T300. Кто следит за моими стримами, тот прекрасно знает. Так, давайте. Что, два, три, четыре разные виды камер. Теперь отправляйтесь на склад, отмеченный на вашей карте F5. F5. Хорошо. Хорошо, я это поняла. Давайте поедем. А можно... Подсказку-то мне... Я просто привыкла, что навигатор подсвечивается. Дорожка красным подсвечивается, я должна ехать по красной дороге. А сейчас я не понимаю, что мне делать. Так, ладно, давайте повернем сюда. Я просто плоховато разбираюсь в этих картах. Это так же, как вот в дальнобойщиках. Ты едешь и не понимаешь, куда тебе нужно ехать. Но лично мне просто немножко непривычно и неудобно. О, внезапно у нас появился грузовичок. Так, хорошо, мы едем здесь. Всё хорошо. Потом нам нужно будет с вами повернуть налево. Какое расстояние нам нужно преодолеть, я тоже не знаю и не вижу. Но вообще, что хочу сказать. Пока что, да, мои первые впечатления. Эта игра максимально похожа на Евротрак Симулятор. Ай, с лёгким рулём, конечно, очень классно кататься. Так, давайте перестроимся. Игра очень сильно похожа на Евротрак Симулятор. Прям вот один в один. Только со старой графикой, как в первом Евротраке. Вот. И больше никаких различий особо и нет. Ну, понятное дело, интерфейс, графика, внешний вид грузовиков. Я так понимаю, не на все грузовики. У них ещё была лицензия, когда эта игра создавалась. Поэтому ман у нас ман, а дав почему-то далвы. Ну, ладно, пусть будет так. Нам с вами нужно ехать по 20-й вот этой вот трассе. Поэтому сейчас нам с вами нужно будет свернуть направо. Направо, направо. Хорошо. Главное, знаете, не пропустить свой поворот и никуда не уехать случайно. Но графика тут, конечно, прям такая старая-старая. Но, кстати, деревья выглядят неплохо. Такие милые, плоские деревья, красивые. Почему бы и нет? Так, я хочу убедиться, правильно ли мы едем. Всё, мы едем правильно. Всё хорошо. Всё верно. Интересно, как долго мы вообще будем ехать. Я так понимаю, у меня не супер прямо-таки мощный грузовик. Мы едем почти 80 километров в час. Ну, посмотрим, посмотрим, за какое время мы с вами доедем. Мы же с вами, получается, в Бремен едем, да? Вроде бы, да. Но нам нужно прямо-прямо-прямо. Да, мы едем с вами в Бремен, я вижу по указателям. Конечно, очень неудобно то, что здесь нельзя полностью настроить нормальный руль. Но, может быть, когда у меня появится Thrustmaster, настройка руля будет более простой. И, может быть, обратная связь будет работать лучше. И мы с вами попробуем ещё раз поиграть в эту игру, но уже на другом руле. Интересно, вот я вижу наверху значок времени, значит, 16.52, понедельник. А что вот это справа за ползунок такой? Это что? Это время так идёт, или это мы так передвигаемся? Слушайте, непонятно. Немножечко я не понимаю, что это означает. Можем вот такой вот вид камеры сделать. Вы можете полюбоваться грузовиком, прицепами. Так-то довольно симпатично. Смотрите, у нас даже... Ой-ой-ой, куда нас понесло? Да что ж такое-то? Я говорю, с рулём с этим, конечно, неудобно. А почему здесь свет асфальта немножко другой? Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Всё, всё, стараюсь ехать аккуратно. Другой вид камеру включать не буду, иначе я просто улечу куда-нибудь, и всё. Лучше буду так стараться ехать аккуратно, и мы так никуда не врежемся. Мне интересно, почему тут дорога другого цвета. Я не должна по этой полосе ехать, или это специально для меня полоса, чтобы я по ней ехала? Или как, или что? Кстати, в Евротраке, во втором, я уже всю Германию объездила. И, знаете, не сказать, что дороги здесь очень похожи на дороги в Евротраке. В Евротраке они более реалистичные, там хоть какие-то дома есть, какие-то постройки, а тут у нас чисто вот такая вот трасса, и всё. Но, кстати, вот этот вот шар, я вроде бы помню, он и в Евротраке, кажется, тоже есть. Знаете, можно будет потом как-нибудь даже сравнить дороги в Германтрак-симуляторе и те же самые германские дороги в Евротрак-симуляторе 2. Посмотреть, насколько сильно они отличаются, и изменилось ли что-то вообще. Нам не так... А, нет, у нас с вами 500 евро сейчас есть. А сколько нам заплатят, я не знаю. Непонятно, это мне неизвестно. Мы так медленно едем, мы едем всего 70 км в час. Я так привыкла, что в Евротраке я могу гонять, просто мчаться куда-то. А тут нет, тут так нельзя. Интересно, тут вообще можно свой грузовик потом купить? Нужно будет этот момент тоже поизучать, но пока мы с вами просто доставляем груз. Интересно, будет ли после того, как мы доставим груз еще какое-то обучение, научат ли нас еще чему-то? Или я доставлю груз, и игра такая мне скажет, все, обучение на этом моменте заканчивается. Больше мне тебе нечего рассказать. Так, 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 интересно, много ли мы проехали? А, смотрите, мы с вами уже почти добрались до Гамбурга. О, боже, главное тут не проехать никакой из своих поворотов. А я могу, потому что мне реально немножечко неудобно пользоваться именно такой картой. Я привыкла, что у меня есть роут, адвизор, да, который, как сейчас современные все навигаторы показывают, куда мне нужно ехать, куда я там должна повернуть. А тут приходится, понимаете, самостоятельно соображать и догадываться, куда же я должна поехать повернуть. Так, 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 но нам с вами тут нужно будет на этом съезде просто съехать вправо. Так, так, а как мне потом оказаться там? Я пытаюсь сообразить. Сейчас мы должны съехать. Может, там какие-то будут указатели, которые мне помогут. Так, вся, мы тут вот съезжаем направо. Мы становимся поближе к Гамбургу. Чувствую себя в такие моменты немножечко глуповатой, потому что... Ну, хотя, с другой стороны, почему глуповатой? У меня просто никогда не было подобного опыта. Я никогда не пользовалась таким видом навигатора и такими картами, поэтому ничего такого. Тем более, я уже поняла, что нам тут нужно все равно свернуть тоже вправо. Поэтому мы так и дальше с вами поедем с правой стороны. А, нет! Или да? Нет, это в киль. А нам нужно не в киль. Нам нужно куда-то... Куда нам надо? Слушайте, не понимаю. Почему так сложно? Так. Вот мы тут стоим. Давайте подумаем. Нам нужно вниз. Так. А! Наверное, правильно. Или нет. Сейчас узнаем, правильно ли я поехала. Я просто переживаю за то, что я еще на косячу, и мы вообще с вами груст не доставим. Да что ж такое-то? Ой, руль вообще... Руль неудобненький. Очень-очень легкий. Нас с вами просто туда-сюда мотыляет в разные стороны. О! Все! Все, получилось. Я правильно сообразила. Я смогла. У меня получилось. Боже. Но это было сложно. Для меня это правда сложно. Уж извините. Я так и не понимаю. Так, бременно, бременно, бременно. Значит, мы должны просто прямо ехать. Не понимаю, что же означает вот этот вот ползунок сверху. Там какой-то индикатор от серого к красному. И что он значит? И там еще ведь вот эта штучка, она идет. И когда она дойдет до красного, что будет? Это время истекает или что? Ну, хотя нет, у меня времени еще полно. У нас сейчас в игре 12.53. Так, бременно. Бременно нужно будет свернуть. Хорошо. А я вижу, что доставить нам нужно в 16.52. Значит, времени у нас еще полно. Значит, здесь мы должны вот сюда вот съехать. Пользуемся указателями. И с указателями все нам становится сразу понятно. Деревья такие голые стоят. Игра, конечно, старая. Старая. И мне кажется, сейчас нет смысла. Именно вам в нее играть. Как я считаю. Потому что, во-первых, старая. Старая графика. Нет той оптимизации, которая вам сейчас, например, нужна. Вот. Графика тоже такая себе. Грузовичков мало. И в принципе она... Нам сюда. И в принципе она уже не кажется такой интересной. По сравнению с тем, что нам сейчас могут предложить ACS Software. Вот. Поэтому, тем более, нет смысла играть. Именно исключительно в Герман Трак Симулятор. Еще и по той причине, что когда вы устанавливаете себе Евро Трак Симулятор, там стоком идет Германия. И вам даже не нужно покупать никакие DLC на расширение карты. Потому что Германия, она всегда будет одной из стоковых стран, которая вам будет доступна всегда при покупке Евро Трак Симулятора. Ну или там при скачивании Евро Трака с каких-то сторонних сайтов. Но я всегда за лицензию. Всегда скачивайте лицензию. Вот. Евро Траки, естественно, больше у грузовиков. Они покрасивее. Есть всякий разный интересный тюнинг. Роутодвизор удобный. И в принципе интерфейс удобный. И все гораздо-гораздо удобнее. А вот попробовать Герман Трак Симулятор можно чисто в таких вот ознакомительных целях. Просто посмотреть, понять, как было раньше. И вернуться к Евро Траку. Потому что тут, по сути, нам кроме как вот доставить груз, посмотреть, как это было, больше особо делать-то и нечего. Гораздо интереснее сейчас для нас Евро Трак Симулятор 2 и Американ Трак Симулятор. Но, если вы играли в Герман Трак Симулятор еще до ЕТС-2, пишите об этом в комментариях, рассказывайте, чем вы тут занимались, как вы здесь интересно проводили время. Я обязательно ваши комментарии прочитаю. Я уже вижу, у нас на карте появляется Бремен. Мы почти-почти доехали до нужного нам города. Но вот знаете что? Вот небо красивое. Небо, мне кажется, именно тут выглядит гораздо реалистичнее. И что-то мне сигналишь. И интереснее, чем небо, которое мы видим с вами в Евро Траке 2. Но это лично мое мнение, потому что, мне кажется, действительно небо тут покрасивее. Оно такое с облачками, такое красивое, такое интересное. В Евро Траке оно какое-то вот, как мне порой кажется, какое-то пластилиновое. Но, конечно, его можно улучшить при помощи модов, шейдеров различных. Это мы с вами, кстати, еще попробуем. А так, в целом, ну в целом, учитывая то, что это довольно-таки старая игра, то хорошо, хорошо. Почему бы и нет? Единственный минус, это вот, когда ты настраиваешь свой контроллер, да, у тебя плохо работает обратная связь, у тебя либо супертяжелый руль, либо он супермягкий, но, как бы, можно играть на клавиатуре, тогда если руль не получается подключить. Но опять же говорю про то, что все-таки в наше время в Гермо Трак Симуляторе уже особого смысла нет. Мне кажется, вот, когда его создали, это реально было круто, классно, интересно, покататься, посмотреть. Но сейчас ты можешь точно так же кататься по Германии, точно так же находиться в Дортмунде, в Бремене, в Нюрнберге, в Киеве, там вот, где угодно, в германских вот этих городах. Так, нам прямо. Но уже все это дело во втором Евротраке. И мне кажется, уже от него вы получите больше удовольствия. Но сюда можно зайти, чтобы чисто поностальгировать, вспомнить, как это было. Потому что тоже, почему бы и нет. Смотрите, какие деревья вон стоят, лохматые какие-то. И я вижу, какие они плоские. Просто безумно плоские деревья. Смотрите, какие у нас пейзажи. И, конечно, что касается пейзажей. Пейзажи такие скудненькие. Чисто деревья да кусты. И все. И больше ничего. Никаких интересных постройках тут даже и намека пока что нет. Так, 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 так. Так, 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 так. Все, хорошо. Мы с вами почти уже приехали. Но, кстати, компании те же самые. Допустим, компания POSPT и компания TRADEAUX. Я вижу, там Евро Гудис на карте тоже есть. Все они точно так же сейчас есть. И в Евротрак Симулятор 2. Так, нам с вами нужно прямо... Прямо-прямо-прямо-прямо нам нужно найти свою компанию. Вот такой вот городочек Бремен. Ну, кстати, довольно неплохо. Мило. Очень похоже на Евротрак. Прямо безумно сильно. Но это неудивительно. Все-таки игра от одних и тех же разработчиков. Было бы странно, если бы они не были похожи друг на друга. Просто как будто бы старый, старый, старый Евротрак. Это, знаете, даже похоже больше не на второй Евротрак, а на Евротрак Симулятор просто, который первый вышел. У меня на канале есть ролики, где я играю в первый Евротрак. Слушайте, куда нам тут надо? Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, я хочу приблизить... А-а-а! Здорово! На карте, смотрите, не отображаются компании. Как я должна понять? О, а это гербы! Смотрите, вот это здорово! Вот это... Вот это выглядит интересно. Слушайте, ну прикольно, прикольно. Неплохая карта, но минус в том, что не отображаются компании. Как я вот сейчас должна соображать? А, вот всё, госпит. Всё ясно, 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 ясно. Я поняла, куда нам нужно ехать. Чтобы доставить груз, найдите на складе подсвеченную рамку. Да я знаю! Я уж поняла. Подождите, или не поняла? Так. И куда нам тут с вами поворачивать? Так, вон то Еврогудис. А, вот она, боже! Мы с вами проехали компанию. Неудобно. Немножечко неудобная карта. Так, всё, заезжаем. И я так понимаю, как и в других старых играх от СС, я должна сама припарковать прицеп. Супер! Ещё и задом. Вот вы знаете, вы просто какой-нибудь школьник, который только-только зашёл в игру. И такой, вау, какая классная игрушка, хочу попробовать. И вроде бы всё классно, у тебя получается доставить груз. А потом игра такая, а припаркуй прицеп задом. А давай, а попробуй. Но я-то, конечно, не пальцем делала, но я-то уже умею это делать. Супер! Значит, мы с вами доставили груз из ростка времен. Смотрите, как это интересно всё выглядит. Пройденное наше расстояние. Расстояние с прицепом. Доставлено вовремя. Нам за это, я так понимаю, доплатили. И музычка такая, тут тоже прикольненько. Ваше следующее задание уже следующее. Доставить груз-сыр со склада компании Stoxx в городе Килль. Вы должны прибыть туда? Ага, ага, ага. Ясно. А расскажите мне, я могу посмотреть ещё что-то? Могу ли я купить себе что-нибудь? Управление. А что, всё? Я могу сама купить грузовик. Поспать, смотрите, можно. Так, назад загрузить игру. Настройки. Ноутбук. Это что у нас за значок такой? Там, видимо, карьер какой-то. Так. Почта. На почте ничего нет. На карте тоже. Ага. То есть, я так понимаю, я тут должна просто доставлять грузы и всё? Или всё-таки я как-то должна свой грузовик всё-таки в будущем купить? Напишите мне в комментариях, что ещё я тут могу сделать, и тогда я запишу следующий ролик по герман-трак-симулятору, и мы с вами разберёмся. Может быть, даже попробуем купить свой грузовик, создать свою компанию. Если здесь, конечно же, это возможно. А пока что в рамках обучения игра просто заставляет меня дальше доставлять грузы, и больше ничего здесь я сделать не могу. Но в целом, в целом, в целом, для того времени, конечно, игра классная, неплохая, суперская, минус с обратной связью. На этом моменте ролик подходит к концу. Всем вам большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, и подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, если вы ещё почему-то по какой-то причине на меня не подписаны. Ну, а мы с вами встретимся в следующих роликах и стримах. Всех целую, обнимаю, и всем пока!